Сура 13. Гром. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Алиф, лям, мим, ра. Это то, что читается, аяты книги Аллаха. И то, что не спосла на тебе, о посланник, от твоего Господа Коран. Истина является истиной, но однако большинство людей не веруют, не признают истинность Корана и не живут по нему. Аллах, Он Тот, Который воздвиг небеса, семь небес, без опор, как вы это видите, затем утвердился, возвысился, как подобает только Его величию, на троне, и подчинил Солнце и Луну на пользу и на благотворение. Каждый из них, и Солнце, и Луна, движется до установленного срока, до наступления дня суда, когда этот мир прекратит свое существование. Он управляет делом, всем бытием, по своей мудрости, разъясняет людям свои знамения, которые указывают на Его могущество и на то, что Он является истинным Богом, чтобы вы были убеждены во встрече с вашим Господом. И Он, Аллах, Тот, Кто разослал землю, сделал ее пригодной для жизни, и устроил на ней устойчивые горы и реки, и из всяких плодов устроил на ней на земле по два вида, мужской вид и женский. Он покрывает ночью ее темнотой день. Поистине, в этом, во всем упомянутом, непременно содержатся знамения, наглядные наставления и доказательства для людей, которые размышляют. И на земле есть соседствующие, друг с другом, участки, такие, что на одном растут растения, а на другом, засоленном или каменистом, ничего не растет. И также на ней есть сады из лоз, виноградники, и посевы, и такие пальмы, что растут по несколько, из одного корня, и такие пальмы, что растут не из одного корня, растущие по отдельности, которые, все эти растения, орошаются одной водой. И одни из них, из этих растений, мы делаем лучше перед другими для еды, даем лучший вкус, запах, вид. Поистине, в этом, в различии участков, вкусов, плодов и других их свойств, однозначно знамение для людей разумных, размышляя о которых человек осознает то, что есть Создатель и что Он один. А если ты, о посланник, и удивляешься тому, что они никак не хотят уверовать после этих доводов и доказательств, то еще более удивительны слова их неверующих. «Неужели, когда после смерти мы снова будем почвой, полностью истлеем, мы обязательно окажемся в новом творении, будем воскрешены? Те такие – это те, которые стали неверующими в своего Господа, который привел их в бытие, и у таких будут огненные оковы на их шеях в день суда. И такие – это обитатели огня, ада, и они в нем будут вечно пребывать. И они, неверующие, торопят тебя, о посланник, с плохим, насмехаясь, просят, чтобы ты явил им наказание, которое им грозит за их неверие, прежде хорошего, вместо того, чтобы уверовать и этим самым обезопасить себя. И ведь уже до них приходили примерные наказания. И поистине Господь твой однозначно обладает прощением к людям, когда они совершают покаяние, даже при их несправедливости к самим себе. И поистине Господь твой суров в наказании тех, которые упорствуют в неверии и ослушании Аллаха. И говорят те, которые стали неверными, мекканские многобожники. Почему ему, Мухаммаду, не ниспослано ощущаемое знамение от его Господа, как, например, посох Мусы или верблюдица Салиха? Но не ты, пророк, творишь чудеса, а только сам Аллах. Ведь ты, посланник, являешься лишь предостерегающим увещевателем, и у всякого народа есть наставник, который указывает им путь к довольству Аллаха. Аллах знает, что несет каждая самка в своей утробе, мужского или женского пола, будет счастлив или несчастен, и только он знает, насколько сжимаются и насколько увеличиваются матки, произойдет выкидыш, родит раньше срока или переносит срок. Ведь всякая вещь у него по мере, имеет свою меру и свой срок. Он, знающий сокровенное, то, что не видно, и явное, великий своей сущностью, именами и описаниями, Всевышний, который превыше всех своих творений, своей сущностью и могуществом. Равны для знания Аллаха из вас людей и тот, кто скрывает речь, и тот, кто произносит ее вслух, и тот, кто скрывает свои деяния ночью и открыто передвигается днем. У него, у Аллаха, есть ангелы, следующие непосредственно и перед ним, человеком и позади него, которые записывают его деяния по повелению Аллаха. Поистине, Аллах не меняет того положения, в котором находятся люди, пока они сами не изменят того, что с ними, положение, в котором они находятся, как с хорошего на плохое, так и с плохого на хорошее. А если Аллах пожелает причинить людям зло, как наказание, то же ничто не сможет отвратить его, его решений, и нет у них помимо него заступника, помощника, который отвратил бы от них его наказание. Он, Аллах, тот, который показывает вам молнию, как одно из своих знамений, и вы видите его, испытывая страх, что поразит ее удар, и надея, что прольется дождь. И Он, Аллах, выращивает тяжелые облака, которые несут много воды на пользу вам. И восславляет гром, вознося хвалу Ему, Аллаху, и ангелы восславляют Его от страха перед Ним. И посылает Он удары молнией, и поражает ими тех, кого пожелает из своих творений. А они, неверующие, припираются, спорят об Аллахе, а ведь Он силен могуществом и наказанием тех, которые непокорны Ему. И к Нему обращен зов истины, только к Нему можно обращаться с мольбой. И те божества, которым взывают, обращаются с мольбой помимо Него, не отвечают им ничем, никак не могут помочь им. Разве что этим они подобны тому, жаждующему, кто простирает свои руки к воде, которая находится вдалеке, чтобы она дошла до Его рта. Но она, вода, не доходит до Него, до рта. И ведь молитва неверных находится только в заблуждении. И пред Аллахом преклоняются ниц, выражая свою покорность те, кто в небесах, ангелы, и те, кто на земле, и преклоняются перед Ним добровольно верующие и невольно неверующие и лицемеры, и тени их творений в начале дня и в конце его. Скажи, о посланник многобожникам, кто Господь, Создатель и Управитель небес и земли? Скажи им, Аллах является их Создателем и Управителем, как вы это сами утверждаете. Скажи, так неужели вы взяли себе помимо Него заступников, ложные божества, которые не могут оказать даже себе ни пользу, ни вред? Скажи им, разве равны слепой неверующий и зрячий верующий? Или же разве равны мрак неверия и свет вера? Или предали они Аллаху сотоварищей, приравняли Ему такие божества, которые творили бы так же, как и Он творит, и сотворение этих божеств казалось бы им сходным с сотворением, которое творит Аллах? Скажи им, Аллах – Творец всякой вещи, всего, и Он единый, всепобеждающий. Аллах Всевышний приводит пример для сравнения истины и лжи. Он низвел с неба с облаков воду, дождь, и долины наполнились водой по величинам их, каждая долина по своей величине, и унес этот поток пену, вздымавшуюся на поверхности. В этом примере вода – это истина, пена – это ложь, а долины – это души людей. И из того золота, серебра, меди, что они, люди, раскаливают в огне, когда плавят, желая сделать украшения и средства труда, утварь, тоже появляется пена вроде этого. В этом примере металл – это истина, а пена – это ложь. Так приводит Аллах истину и ложь в виде примеров. И что касается пены, то она будет выброшена, а то, что полезно людям, вода и металл, остается на земле. Так Аллах приводит примеры людям. Тем, которые ответили своему Господу, стали полностью покорными Ему. Наилучшие – рай. А те, которые не ответили Ему, неверующим, если бы у них было всё то, что на земле, все богатства и ещё столько же, то они в день суда непременно стали бы откупаться этим, от наказания в аду. Такие им будет злой расчёт. И вечным прибежищем их станет гиена, ад. И как ужасно это огненное ложе. Разве же тот, кто знает что-то, что не спосла на тебе, о посланник, от твоего Господа, истина, и уверовал в Него, подобен тому, кто слеп к истине, который не видит её и поэтому не верует в неё? Но внимают увещанием. Получают пользу от этого только обладатели здравого разума, которые верно выполняют завет Аллаха, договор с ним, и не нарушают обещания. И те, которые соединяют то, что приказал Аллах соединять, поддерживают родственные связи и хорошо относятся к бедным, и страшатся своего Господа, когда совершат грех, и боятся плохого расчёта в день суда, что им не будут прощены их грехи. И те, которые проявляли терпение при повиновении Аллаху, при удерживании себя от падения в грех, и при трудностях, стремясь к лику своего Господа, к его довольству, и совершали обязательную молитву надлежащим образом, своевременно, смиренно перед Господом и предаваясь молитве душой. И расходовали, давая обязательную и добровольную милостыню, из того, чем мы их наделили, из своего дозволенного имущества. И тайно, не показывая людям, и открыто, и добром отталкивают зло. Для этих, тех, которые обладают этими признаками, будут в качестве последней обители райские сады Аден, в которые они войдут. И вместе с ними войдут и те, кто был праведным, из числа их отцов, родителей, и супруг, и их потомство, и ангелы в раю приходят к ним через все двери, говоря «Мир вам за то, что вы терпели, когда проявляли покорность Аллаху. И как прекрасно это последняя обитель». А те, которые нарушают завет с Аллахом, после обещания верности, которое дали души людей Аллаху, еще до того, как появится в этом мире, что они будут признавать Богом только одного Аллаха, и разрывают то, что Аллах повелел соединять, рвут родственные отношения и дружеские между верующими, и сеют беспорядок, грехи на земле. Для таких уготовано проклятие. Им не будет милосердия Аллаха, и для них скверная обитель – ад. Только Аллах расширяет, увеличивает удел, кому пожелает, из числа своих рабов, и ограничивает удел, кому пожелает. А они, неверующие, радуются земной жизни, но земная жизнь по сравнению с вечной – только временное пользование. И говорят те, которые стали неверными, мекканские многобожники. Почему ему, Мухаммаду, не ниспослано ощущаемое знамение от его Господа, как, например, чудеса, с которыми пришли пророки Муса и Иса? Скажи им, о посланник, «Поистине, Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и тому уже не поможет видение чуда, и наставляет на истинный путь того, кто обратился к нему, желая его удовольства. И наставляет он на истинный путь тех, которые уверовали, и сердца которых успокаиваются при поминании Аллаха. О да, ведь поминанием Аллаха, размышлением о Нем, повиновением Ему и осмыслением Его обещанной награды, успокаиваются сердца. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, совершали то, что повелел Аллах, и сторонились того, что Он запретил, им благая жизнь, счастье и успокоение, и прекрасное место возвращения, рай. Так, как мы посылали посланников прежде, послали мы тебя, о Мухаммад, к общине, до которой уже прошли другие общины, чтобы ты читал им этой общине то, что мы внушили тебе, Коран, а они, твой народ, при этом проявляли неверие в милостивого. «Скажи им, о посланник, Он, милостивый Аллах, Господь мой, нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него. Только на Него я уповаю, и только к Нему мое обращение и возвращение». И если бы была какая-либо книга, при чтении которой двигались бы горы или рассекалась бы земля и выходили бы из нее источники, как это было с посохом Мусы, или говорили бы умершие, воскреснув, как это было с Исой, то такая книга непременно была бы Кораном. Но если на неверующих не воздействует этот Коран, который сам является чудом, то они не уверуют, увидев и другие чудеса. Но Аллаху принадлежит все повеление. Если и случится чудо, то только по Его пожеланию. Разве те, которые уверовали, не знают, что если бы Аллах пожелал, то наставил бы всех людей на истинный путь, даже без чудес? И не перестает поражать беда тех, которые стали неверными за то, что они совершали, за их неверие, или остановится она, беда, близко от их жилищ, пока не придет обещание Аллаха о наказании их. Поистине, Аллах не меняет своего обещания. И уже в прошлом было так, что насмехались над посланниками, бывшими до тебя, о Мухаммад. Так же, как и твой народ, насмехается над тем, что ты доводишь до них истину. И я дал отсрочку тем, которые стали неверными. Потом я их схватил, своим наказанием. И каким же было мое наказание? Разве что тот, кто видит каждую душу, что она приобрела, что она совершала, подобен ложным божествам. И по своему невежеству предали они Аллаху со товарищей, приравняли ему ложных богов, божества, которым они поклоняются. Скажи, о посланник, назовите их особенности, из-за которых они были бы достойны считаться богами. Или неужели вы сообщите ему то, что как будто есть какие-то боги на земле, о которых он не знает? Или неужели вы станете называть кого-либо, кроме Аллаха, богом, произнося просто слова? Ложные божества существуют только на словах. Да разукрашены сатаной тем, которые стали неверующими, их хитрость, и отклонены они от пути. А кого Аллах вводит в заблуждение, тому нет наставника. Им, неверующим, уготовано наказание в земной жизни. И, конечно, наказание в вечной жизни, в аду, более сильное. И нет для них от Аллаха защитника, никто не защитит их от наказания Аллаха. Образ, подобие райского сада, который обещан Аллахом, остерегающимся, его наказание, тем, которые исполняют его повеления и отстраняются от того, что он запретил, текут под ними, под высокими дворцами и тенистыми деревьями реки, угощения в нем постоянны, и тень, которая не исчезает и не уменьшается. Это итог деяний тех, которые остерегались наказания Аллаха, а итог деяний неверных – огонь. И те, кому мы даровали Писание, те, которые уверовали из их числа, радуются тому, что не спослано тебе, о Мухаммад, Корану, находя в нем соответствие тому, что написано в их Писаниях. Такие, как Абдуллах ибн Салям, Негус и другие, которые были людьми Писания и затем уверовали в Коран. Но среди союзников, тех, которые ополчились против посланника Аллаха, есть такие, которые отрицают часть этого. Скажи им, мне повелено служить и поклоняться лишь одному Аллаху и не предавать ему сотоварищей, не предавать его. К нему, к поклонению ему я призываю людей и к нему предстоит возвращение. И так, как мы не спосылали прежние книги пророкам на их языке, мы не спослали его, Коран, как свод становления Аллаха на арабском языке. Если же ты, о пророк, последуешь за прихотями их многобожников в поклонении, после того, как пришло к тебе истинное знание от Аллаха, нет тебе от Аллаха ни помощника, ни защитника, который защитил бы от наказания Аллаха. Многобожники говорят, если ты посланник Аллаха, то почему же женишься? Но и прежде мы посылали посланников из числа людей до тебя, о Мухаммад, и делали, давали им супруг, жен и потомство, детей. И многобожники также говорят, если ты посланник Аллаха, то почему нам не покажешь такие чудеса, которые мы требуем от тебя? Но не было так, что какой-либо посланник приводил знамение без дозволения Аллаха. Не во власти пророка совершать чудо, которое требуют от него люди. Только Аллах Всевышний сам решает, когда и какое чудо показать им. Для каждого предела, события, установлено Аллахом свое писание, свой срок. Стирает, отменяет Аллах, что желает, постановление и другое, и утверждает то, что пожелает, и у него главная книга, хранимая скрижаль. Если мы покажем тебе, о посланник, часть того наказания, что обещаем им, многобожникам, в этом мире, или упокоим тебя до того, как ты увидишь это, то на тебе, о пророк, лежит обязанностью только доведение, призыва к истине, а на нас расчет и воздаяние. Разве они, меканские многобожники, не увидели, что мы приходим к земле, сокращая ее для неверующих по краям, отдаем во власть верующим город за городом, землю за землей. И Аллах выносит решение, и никто не отменит его решение, и он быстр в расчете. И уже ухитрялись против своих посланников те неверующие, которые были до них, до меканских многобожников, но у Аллаха вся хитрость, он применил против них свою хитрость и свел на нет все их козни. Он знает, что приобретает всякая душа, какие дела совершает каждое творение, и вскоре узнают неверные, кому достанется последняя обитель, рай. И говорят те, которые стали неверующими, ты, о Мухаммад, не послан Аллахом. Скажи им, о посланник, достаточно Аллаха, как свидетеля между мной и вами, и также достаточно, как свидетелей, тех иудеев и христиан, у кого есть знание Писания, тех, которые знают из их Писаний о последнем пророке и посланнике. Субтитры создавал DimaTorzok